всем привет друзья сегодня у меня такая работа связанная с тросиком из нержавеющей стали 3 миллиметра и собственно нужно изготовить компактное соединение стал реп но без коушей там всяких крючков выглядеть это должно так сам тросик собственно резьбовая шпилька моем случае это m10 вот в ней также отверстия на сквозную просверлено 3 миллиметра здесь нужно поставить втулочку также из нержавеющей стали и собственно сделать вот это соединение сварным я пробовал уже на оцинкованной стали но тросик из оцинкованной стали это полная хрень разрыв происходит но под усилием конечно но недостаточный здесь на данной конструкции это будет такая будет тросовая проводка собственно шпилька ответная жесткая шпилька там будет ходить одно устройство не суть важно и собственно сам толреп вот левая и правая резьба собственно обычное явление вот короче нужно избавиться вот от этой всякой хрени от этих всяких петель там ушей прочих кронштейнов вот от этой вот всякой фигни и нужно сделать это соединение максимально компактным имеется ввиду под диаметром вот чтобы вот эта вся хрень со стяжками не болталась по конструкции там достаточно мало места вот сейчас буду изображать вот такой вот шнягу я уже сделал тут есть шпилька у меня типа такая для испытаний вот она уже соответствием 3 миллиметра 3 и 2 тут и вот сделано в . сделано несколько штук из нержавейки 304 и сейчас буду сварочкой поставил 30 ампер пока прихватывать и потом на прессе пресс будет в качестве разрывной машины на прессе смотреть усилия разрыва еще раз упомяну о том что я уже делал делал с оцинковкой такую штуку вот усилие разрыва там но я первоначально был уверен что где-то около 400 килограмм но потом посмотрел повнимательнее этом манометр на прессе немножко до нуля не доходит поэтому там где-то было килограмм 250 не больше вот но трудно судить определенно потому что тензодатчика у меня нет мы собственно исхожу из своих глаз и и рук то что чувствую руками усилие такое на прессе возникает примерно примерно поэтому так вот он сейчас буду делать посмотрим что из этого получится но еще забыл добавить что как бы в динамике это вся система будет испытывать динамические нагрузки в районе 50 60 килограмм то есть мне килограмм 300 усилия на разрыв вот этой втулки на отрыв место где будет приварена и собственно нержавейка будет термические свои свойства она изменит естественно и вот отрыв должен происходить где-то вот как раз на 300-400 килограмм нержавеющий тросик он сам российского производства заявляется пятьсот тридцать килограмм на разрыв у него характеристика начал посмотрим что будет будет видно я уже заготовил проушину чтобы крепить крепить на прессе для того чтобы испытывать на разрыв такими стяжками стену уверен что будет вытягивать их потому что они не по калибру этого троса но по крайней мере я думаю визуально можно будет контролировать как вы будет вытягивать если что еще перри закрепить ну собственно основная цель вот посмотреть отрыв сварочного места вставляю где-то миллиметра три на выходе просек ну и сейчас буду пробовать образуется шарик шарик там оплавились рваные края тросика сейчас подворю втулки ну в принципе заделка такая довольно таки ровно получилось края не оплавились потихонечку на 30 амперах это дело заплавился сейчас остынет тросик ну вся это вот байда и можно будет на пресс идти и так есть вот такая вот нержавеющая труба она будет рычагом здесь отверстия сюда просовываю шпильку фиксирую гайкой удлиненной здесь собственно вот есть такая перекладина просто шпилька 12 она войдет сейчас в кауш это будет вот так выглядеть ну собственно тут такая система система ниппель но она работает пошло давление упс страшно блин так что-то усилие разрыва было совсем мелкая какое-то прямо скажем попробовать оставить шарик не привариваясь в ктулке шарик как мне думается вытянет так а если мы сюда присадочки добавим по моему тот же хрен только в правой руке результат такой же будет наверняка попытка номер два попытка номер два понятно еще разок так попытка номер три сейчас реально сделаю шарик шарик и попробую как он будет держать на сколько шарик получится на сколько шарик получится блик так так более-менее ну посмотрим сейчас что будет опять отрывает причем вместе с лавки сейчас будем думать попробую вам рисовать посмотрите как я буду тянуть вон попрессовалась сейчас надо ее будет как-то сложить еще в дуэй наверно что еще раз попыточка еще одна поехали поехали ой нифига себе а усилие то было почти в тонну не в тонну но очень близко ничего себе да его стало рвать по боковым но кстати не вытянуло ну что этот вариант мне подходит подходит вполне сейчас еще на видео пересмотрю сколько какое усилие было ну и собственно вы увидите это тоже сейчас интересно и вот как его оторвало распушило хвост и погнуло шпильку 12 понятно что она пластилиновая но один вот так вот выглядит разрыв пучок остался на месте пучок опрессованный интересно значит это катит тема так для закрепления своего собственного понимания этого вопроса вот еще раз опрессовал втулочкой тросик и сейчас еще раз попробую попробую еще разок как она будет тянуть сейчас посмотрим просто все катит и так пошло усилие полтонны чуть более полтонны и разрыв в принципе это и заявляет нам производитель так ну в данный момент трос оборвало культурно можно сказать сейчас посмотрим на втулку так закусило да вот это уже по серьезному можно сказать для данного троса вообще нормально естественно таких нагрузок не будет на изделии но я визуально здесь не вижу что происходило вытаскивание вот с такой длиной я поставил выпуск из втулки вот обрыв короче тема катит поэтому буду обжимать вот такими нержавеющими втулками сейчас наточу их на токарном станке на этом друзья мои эксперименты закончились на сегодня сейчас буду делать работу для меня стало понятно что с варочкой просто прихватывать трос не катит но я учусь на своих ошибках смотрю пытаюсь что-то делать вот обжимать получается и держит он штатную нагрузку трос и трос не вытягивает из втулки которая обжата собственно все погнали сейчас буду делать втулки буду делать работу всем спасибо за просмотр пока спасибо спасибо Продолжение следует...